всем привет пришло время пополнить свои запасы гелей показываю магазин в котором я и приобрела положили подарочек это очень приятно когда магазин заботится о своих клиентах ссылка будет в описании на магазин это гели от силкар они очень быстро просыхают твердые и они стоят всего лишь 42 гривны за 10 грамм то есть вы можете взять попробовать любой оттенок как он вам в работе всего лишь за 42 гривны если вам понравится вы можете взять объем побольше а я уверена что вам понравится потому что я ими работаю и я просто в восторге другие гели я не хочу даже пробовать поэтому переходите ссылка будет в описании так как вы часто спрашиваете где я приобретаю это моя рекомендация но мы начнем сегодня будем восстанавливать четкий квадрат и учиться выпиливать четкие линии формы и не делать ногти плюшки прошлую работу выполняла я и наверное здесь около полтора месяца прошло в принципе относилась все отлично единственное что есть некоторые у нас моменты на безымянном и указательных ногтях есть сколы поэтому будем их немножко ремонтировать сегодня ну в принципе это займет немного времени начнем как всегда со снятия старого покрытия выполнять я это буду керамической фрезой но знаю что многие керамику недолюбливают в том числе из-за того что она нагревается и отлетает иногда от основания знаю случаи когда травмирование керамической фрезой которая отлетела довольно сильные случались у мастеров поэтому тут нужно быть тоже предельно аккуратными и наверное лучше выбирать все таки безопасность работе я вот работаю керамикой но не часто иногда бывает что мне захочется взять и поработать этой фрезой но все же это травмоопасная фреза если вы с таким не сталкивались слава богу но у меня она тоже один раз отлетала при работе и слава богу она отлетела в сторону они мне куда-то в глаз в лицо или же клиенту например на скорости острая фреза это страшно даже представить что она может сделать пишите в комментариях были ли у вас похожие случаи с керамикой и все же советую мастерам если вы выбираете между твердосплавом и керамикой берите твердосплав но я уже сняла старое покрытие убрала все отслойки которые у нас есть и теперь отодвигаю кутикулу здесь кутикула довольно прилипшая очень много склеек присутствует поэтому аккуратно работаю апельсиновой палочкой далее приступаю к зашлифовки ногтевой пластины стараюсь зашлифовать только натуральную часть которая отросла и убираю переход от искусственного материала к натуральному ногтю также на этом этапе можно убрать какие-то более мелкие слойки которые мы не убрали фрезой нанесла присыпку и приступаю к маникюру маникюр выполняю фрезой пламя это красная насечка 0 25 диаметр фреза торговой марки dark сейчас работаю на реверсе обороты около 10000 но это все нужно варьировать зависимости от типа кожи вашего клиента когда одну сторону на реверсе я обработала я поняла что фреза слишком мягкая и мне здесь нужно что-нибудь погрубее для того чтобы было легче убирать и заусенцы и огрубелости в боковых валиках поэтому я перешла на синюю насечку это точно такая фреза просто синей насечкой еще одна причина сменить фрезу это красная насечка когда забивается если у вас забивается красная насечка с уверенностью могу сказать что вы выбрали не тот абразив для работы и дальше вы будете просто перетирать кожу либо же делать пропилы далее приступаю к срезу многим нравится как происходит срез хочу сказать что если вы правильно вычистили птеригий отодвинули кутикулу то средств не будет для вас сложным моментом ведь эти два этапа являются самыми основными как всегда ножницы у меня неизменны это сталикс 41 дроп 3 на них идут силиконовые розовые накладки на рукоятку и также они идут с изогнутыми кончиками у меня их уже несколько штук и я их как бы ни на что не променяю пока они есть в продаже и начнем с первого важного момента выпиливание четкого квадрата очень важно не выпиливать форму ногтей сейчас делайте это после укрепления материалом также длину убирайте тоже после укрепления материалом что это нам даст если ногти слегка скрученные мы можем гелем достроить боковые параллели и также вы должны понимать что гель это твердый материал а ноготь у нас мягкий и вследствие очень часто клиенты которым мы делали укрепление гелем на коррекцию без выпиливания натурального ногтя возвращаются со слойками на торце либо же вообще теряют покрытие в ходе носки так происходит из-за того что повторюсь ноготь мягкий у нас подвижный он пористый и при воздействии каких-либо механических или возможно химических веществ на ногтевую пластину она тут же будет отслаиваться от геля поэтому очень важно избавляться от натурального ногтя здесь в чем же преимущество способов опила после укрепления вы убираете длину либо же начинаете просто подпиливать торец и в торце вследствие открывается толщина которую мы с вами сделали когда укрепляли ноготь гелем эту толщину по итогу мы можем выпилить вместе с натуральным ногтем и в итоге у нас остается четкий торец тонкий и очень крепкий без натуральной ногтевой пластины здесь девушка пожелала убрать длину настолько насколько отросло умея я это себе запомнила и теперь работаю укрепляю по два ногтя гелем оттенок dark с этого же магазина который я вам показывала в начале ссылка на который будет в описании очень хорошая консистенция у этих гелей сил кар они мне этим очень сильно нравится быстро просыхают в лампе быстро схватываются никуда не затекают там ни влево ни вправо ни на какие боковые валики не затекают и это их огромное преимущество нанесла гель подровняла его немножко перевернула ручку отцентровала материал затем возвращая руку в исходное положение смотрю не стекли материал слишком к центру если так произошло я кисточкой еще раз подправляю материал ближе к боковым сторонам и отправляем быстренько ноготь в лампу затем из этой груды материала нам нужно выпилить четкий квадрат да еще здесь нужно достроить боковую параллель и выбрала для этого полигель можно взять гель желе можно взять полигель для этих целей мне было удобнее полигелем это сделать вот такой результат мы имеем на данном этапе теперь приступаем к самому важному убираем длину либо же если нет задачи убирать длину мы просто подравниваем торец вы выпиливаем вид сверху дальше опиливаем немножко ноготь как трубочку если в этом есть необходимость то есть по поверхности ногтя и в конце подпиливаем уже боковые параллели и поднимаем провисающий кончик если такой у нас имеется в данном случае ноготь слегка подклюнувший поэтому я еще его и подняла в процессе и по итогу я сейчас покажу вам самый важный момент это толщина которая откроется в торце которая в будущем смоделирует много типа может мне сделать его крепким и прочным напишите работаете ли вы в такой технике как она вам с какими трудностями вы сталкиваетесь возможно я в следующем видео смогу вам чем-то помочь ведь ваши вопросы очень часто помогают мне понимать проблему и тем самым работать над ней вместе с вами можем поэтому пишите какие трудности возникают вот какая толщина у нас открылась и теперь я фрезой и и выпиливаю вместе с натуральным ногтем в данном случае очень часто спрашивают спрашиваю ли я своих клиентов на данном этапе выпиливать ноготь или нет конечно же нет мы работаем так как нужно это делать и делаем все чтобы у клиента была хорошая носка поэтому здесь мы просто идем по технологии и никак ее не нарушаем а тем более не советуем ся с клиентом затем беру фрезу потоньше и дорабатываю какие-то мелкие недостатки убираю натуральный ноготь вокруг гиппонихия очень аккуратно это делаю и в этом наш опил закончена ногти полностью готовы к носке осталось лишь покрыть их цветом добавить какой-то дизайн либо же перекрыть топом мне очень нравится как выглядит ногти в данной технике получается они очень крепкими тонкими что мне тоже очень нравится и нет никаких наплывов материала перекрываю ногти топом немножко добавили фалинги и этот оттенок клиентка захотела оставить очень красивый натуральный цвет топ использую глянцевый делаю небольшое легкое выравнивание и на этом моя сегодняшняя работа завершена пишите в комментариях как она вам понравилась или нет всем пока а